ну вы уже поняли да привет друзья это таран сегодня у нас долгожданное сравнение вот этих вот двух красавцев это в принципе вы знаете за уходящий год за 2018 год это два самых обсуждаемых объектива вот этот обсуждается наверное во многом благодаря тому что это как бы мое стекло это мое стекло которым я пользуюсь постоянно а этот обсуждаемый благодаря своей цене исключительно но при этом при всем короткий отрезок этого объектива не позволяет вам снимать уже это более-менее расширенные планы какие-то узкие места в автомобилях в лифтах в принципе что я с удовольствием на полном кадре как бы делаю с помощью вот этого вот стекла стать видос этот пишется сейчас на а7 3 с объективом 241 и 4 это совершенно новый g мастер вы можете посмотреть как это стекло ведет себя в принципе на открытой полностью дырки это открытая диафрагма сейчас 14 сейчас работает автофокусировка на нашей камере вы можете посмотреть как в принципе работает фокусу смотрите я могу похвастаться вот такой вот штукой да вот у меня в руке приложить наверно к ней еще одну штуку посмотреть как работает фокусировка то есть абсолютно абсолютно интеллектуальный автофокус даже на таких открытых диафрагмах пускай на таких широких концах место которое я сегодня выбрал для съемки она как бы не случайно вы все прекрасно знаете если вы занимаетесь съемкой какого-то и винта вы все прекрасно знаете что основная львиная доля помещений где мы снимаем например сборы невесты выглядит примерно вот так потому что как правило это самая обычная срата я там какая-нибудь двухкомнатная трехкомнатная квартира ей в жилом районе это абсолютно неудобоваримый желтый свет всегда на бэкграунде то есть но поскольку у меня в моей квартире нет люстр да я включил вот новогоднюю гирлянду которая является таким у нас носителем цветовой как раз таки температуры в 2800-3200 градусов то есть улицы мы сейчас имеем где-то около 6 здесь у нас как бы 2 800-3200 вот это вот смешение температура но кстати у нас всегда и рождает какие-то непонятки связаны непосредственно с тем что картинка крошится и слог шумит я не могу покрасить лица не красятся что делать с кем-то не то это не все все в общем смотрим как ведет себя камера смотрим как ведут себя объективы непосредственно в таких условиях и забегая вперед предвижу горячие пердаки предвижу комментарии что все это херня ты не умеешь снимать не умеешь красить скинтон говно не фокусируется фокус елозит все херня блять выключи этот и слог там все прочее чуваки я попрошу вас на этот момент убедительная просьба попрошу вас на этот момент особо не заморачиваться с такими репликами воздержаться таких комментариев потому что сегодня вы будете своими глазами смотреть как себя ведет вот этот объектив по сравнению вот с этим объективом первый объект осу нас будет там ром 2 объектов у нас будет 2470 ну и напоследок да мы их сравним оба как бы непосредственно уже 241 и 4 погнали а и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok как 16 миллиметров на кропе, да, это очень широко, друзья. Это не так широко, как 16-35, например, но для человека, который не видел таких адских каких-то фокусных, вроде там 12, 14 или 16 миллиметров, это будет очень широко, друзья, в чем вы сейчас и убедитесь. 24-70 G-Master, чуваки, все те же самые настройки, с той лишь разницей, что у нас 24 миллиметра. Для тех, кто не помнит, да, напомню. Одна сотая выдержка, 2,8 у нас диафрагма, ISO у нас 1600, цветовой профиль номер 10, это гибрид лог гамма 3, цветовое поле у нас BT-2020, вот, в принципе, больше никаких настроек здесь нет. Вот вы можете сейчас смотреть, как выглядит примерно 24 миллиметра против 28 миллиметров, которые вы имеете непосредственно на Тамроне. Про 24-70 я буду говорить немножко меньше, давайте я сейчас поставлю 28 миллиметров, ну, примерно, там на шкале нет 28 миллиметров, чтобы вы примерно сравнили его с шириной Тамрона. Давайте будем считать, что вот это те самые Тамроновские 28 миллиметров. Вот как-то так, я еще раз напомню, 6000 температура здесь, 2800 температура там или 3200 не имеет никакого значения. Сборы невесты. О, тут все, невеста у вас такая. Представьте, что вы снимаете, да, у вас сейчас фокусировка идет непосредственно там куда-то на дальний какой-то план, и у вас входит объект в кадр. Класс. По-моему, классно. Синее лицо и желтый затылок. Это идеальный вариант. Вы знаете, отступая немножко, пока вы наслаждаетесь картинкой из G-Master, рассравниваете ее непосредственно с Тамроном 2875. Вы знаете, как я уже и говорил неоднократно, это самое распространенное место съемки. Самое распространенное. То есть, любая квартира, любой сбор невесты или жениха в квартире, он будет сопровождаться наличием вот такого вот окна с занавеской, обязательно такой светорассеивающий фильтр у нас. И будет сопровождаться какими-то желтыми лампами. Ну, в моем случае, как я уже говорил, мои лампы висят на стене в виде гирлянды, а там лампы, скорее всего, будут висеть у вас в люстре. 50 миллиметров. Для этого мне приходится отходить немножко дальше. В общем, G-Master 2470. Абсолютно все те же самые настройки. Блин, А7-3, 1 сотая, 2.8 дырка, 1600 ISO, picture profile номер 10, hybrid log gamma номер 3, цветовое поле BT-2020, чуваки. Предвижу некоторые комментарии. «Ой, подожди, ты снимаешь 4К, 25 кадров в секунду, почему у тебя выдержка 100, надо ставить кратную 50?» Да, при случае, если вы снимаете 25 кадров в секунду, в идеале будет кратная выдержка, именно 50 срабатывания затвора в секунду, а не 100. 100 я делаю для того, чтобы вы могли заниматься потом какими-то замедлениями на постпродакшене. Чтобы вы могли из вот этих вот дерганых каких-то невест, а, шо, руки дрожат, она там моргает, челюсть трясется, все. Вы могли делать какое-то сломо, какие-то плавные красивые замедления. G-Master 2.4.70. Давайте я сейчас сделаю 70 мм, я отойду куда-нибудь нахрен вообще туда, к стене, и вы посмотрите, как ведет себя G-Master непосредственно в таких условиях. 70 мм. И самое главное, вы видите, как происходит уже фокусировка. Да, все медленнее и медленнее. Баланс белого. Рыба стоит абсолютная афта, то есть я попрошу вас в этом случае не заморачиваться. И давайте я, наверное, сейчас одену обратно Тамрон, сделаю самый широкий угол, который Тамрон может себе позволить. И я включу, наконец-таки, S-Lock. И мы с вами посмотрим, что такое S-Lock в помещениях, как его правильно сэкспонировать так, чтобы он покрасился, чтобы он не шумел, и чтобы с ним ничего такого не происходило. Поехали. Одел обратно Тамрон 2875. Все те же самые настройки, за исключением того, что пришлось немного понизить ISO. ISO сейчас 800, для того, чтобы немного проэкспонировать мое лицо. В идеале сейчас, в этой ситуации, конечно, было бы еще поднять немножко ISO, либо если бы обреки позволял раскрыть диафрагму. Для чего? Для того, чтобы наше лицо под покрас, под нанесение какой-то штукатурки, в дальнейшем на посте, наше лицо было лучше проэкспонировано и немного лучше были проэкспонированы непосредственно тени, непосредственно именно окрашенные тени. А так, смотрите сами, гибрид лоб гамма-3, цветовое поле БТ-2020. Я стою напротив окна, сейчас жесткий контровой, ну, как бы, ну, наверное, считается это жестким контровым. Усугубляется он тем, что у нас опять-таки температура 6000 градусов и температура 2800 градусов. Вся эта смешанная дичь, вы ее сейчас можете наблюдать. Вот такая вот всратая, некрасивая невеста, которая подошла к окну и делает какие-то вот такие вот жесты, да, вот такое вот. Сейчас я переключусь на G-Master, и вы посмотрите, как ведет себя в этой ситуации G-Master. 2.470 G-Master, фокусная я выставил примерно, примерно такое же, как на там Роне, ну, чтобы не вводить в людей заблуждение, да, в какую-то, в какую-то разницу. ISO у нас 800, для того, чтобы было проэкспонировано немножко лицо. Выше я не делаю, хотя надо было бы поднять, да, как я уже говорил, из-за того, что вот этот вот задник окна, он у меня выбьется окончательно. И опять-таки, дико смешанный свет. У нас 2800, 6000, 2470 G-Master, чуваки. Вот, можете смотреть, как себя ведет это все. Гибрид Logamma номер 3, BT-2020 цветовое поле, вот как-то так это все и выглядит. Давайте я сейчас поставлю обратно 2875 и включу уже, наконец, S-Log 3, S-Gamut 3, чтобы вы, в принципе, увидели каким-то макаром разницу. Фокус на 28, S-Log 3, цветовое поле у нас S-Gamut 3, тоже 3, это самое, как бы, обширное у нас именно для покраса цветовое поле. И вы можете сейчас наблюдать, в общем, окно, то есть вы уже видите все, что происходит за окном, буквально все. Тут даже в какой-то степени небо проэкспонировано. Небо, правда, сейчас там абсолютно всратое белое. Вот такое вот ужасное, ужасное место для съемки. Это просто пиздец. Как вы знаете, если вы когда-нибудь работали с какими-нибудь сварщиками, да, вы знаете, что эти женщины всегда пытаются обойти. То есть, ты пытаешься снимать что-то контровое, эти женщины всегда пытаются тебя обойти и снять что-то свое, но не находясь непосредственно по свету. В общем, там РОМ. И давайте я переключусь сейчас на Sony. G-Master 2470 2.8. С теми же самими настройками попробую даже сделать то же самое фокусное расстояние. Поехали. S-Log 3, S-Gamut 3. То есть, вы видите, что уже все уже видно буквально за окном, при том, что и мое лицо также проэкспонировано в принципе нормально. Напомню одну вещь. Вы знаете, если сейчас вот здесь включить, допустим, какой-то дополнительный источник света, либо взять большой какой-то отражатель и отразить тот свет, который даже вот такой вот такой вот всратый, темный, пасмурный, зимний свет краснодарский из окна, отразить его непосредственно на человека, которого вы снимаете, картина изменится кардинально. То есть, вы будете видеть улицу, у вас будет хорошо подсвеченное лицо для того, чтобы вы могли наложить какой-то луп или подкрасить его, или заблюрить все к хуям, как вы любите. И, в общем, все эти вещи, все это будет как бы происходить нормально. Ну, представьте себе ситуацию, что вы один. Вот ты один на один с невестой снимаешь там на какую-то всратую пятнаху или двадцатку и вот так вот это все дело и происходит постоянно. То есть, вот постоянно каждую субботу ты приезжаешь и ты сталкиваешься вот с этим вот оконно-занавесочным адом. Давайте сейчас немного изменим локацию. Я сейчас все-таки отверну камеру, поставлю там рон, отверну камеру от окна и посмотрим, как ведут себя непосредственно эти объективы уже с более-менее правильным освещением от окна, без использования дополнительных источников света и прочей херни. Ну, будем думать так, что мы с вами продолжаем сборы невесты, продолжаем съемки сборов невесты. Поехали! ИСО 1600, выдержка 1 сотая, у нас диафрагма 1,8, фокусное расстояние 28 мм, потому что это, собственно говоря, там рон 28,75. Вот, в общем, как-то так, чуваки. Там рон 28,75. Я вернул обратно гибрид локгамму, гибрид локгамма у меня настроена полностью по умолчанию, то есть при использовании цветового профиля я нарочито не пользуюсь там настройками резкости, настройками контраста или яркости или цветности. Я не выделяю и не убавляю какой-то определенный цвет. Обычно я убавляю немного зелень, я убавляю немного мадженты, как бы. Но для чего? Я не знаю для чего, потому что мне кажется, что эти цвета все-таки паразитируют немного на съемке. но в данном случае я все оставлю как я, чуваки. В общем, там ром 2875, я стою напротив окна, ISO 1600, я не вижу смысла сейчас поднимать ISO, потому что сцена проэспонирована в принципе правильно, если вы захотите сделать ее темнее, вы ее сделаете темнее, захотите ее сделать ярче, вы ее сделаете ярче. Почему? Потому что, вы знаете, само цветовое поле 2020, оно на сегодняшний день самое широкое по цветовому спектру, то есть делать с этим вы сможете в дальнейшем все, что захотите. В общем, 2875, давайте я поставлю 50 миллиметров, ну, для съемки, наверное, более выразительных портретов, давайте будем думать. Вот так вот, 2875, 50 миллиметров, Sony A7 III и прочие вещи, вы снимаете здесь сборы жениха. Естественно, правильным решением будет включить где-то свет сзади в комнаты, для того, чтобы очертить, наверное, контур, силуэт сделать непосредственно того объекта, который вы снимаете, дабы не сливалось это ничего с пустотой. Либо просто поменять, либо просто поменять место съемки, поменять непосредственно направление камеры, да, и сменить на более светлый фон. То есть, чтобы голова, волосы, если у вас человек одет в черной одежде, если у него черная борода, если у него темные волосы, и вы его, естественно, поставите в какое-то темное место, выглядеть такая сцена будет, ну так, прямо-таки, будем говорить, не фонтан. Ну да и хрен с ним, это я вам покажу позже. Давайте я сейчас поставлю G-Master, и вы посмотрите, как ведет себя G-Master непосредственно в таких условиях. 24-70 G-Master, цветовой профиль номер 10, у нас picture профиль номер 10, цветовой профиль сам по себе у нас, соответственно, гибрид лоб гамма номер 3, ничего не красил, вот все как есть, цветовое поле у нас BT-2020. Напомню, что цветовое поле BT-2020 на данный момент приравнивается примерно к, наверное, сгамут номер 3 по охвату цветового непосредственно диапазона. Ну вы видели все вот эти вот плашки, вы, наверное, слушали мою лекцию, да, в Ростове. Но, в общем, не суть, вот как-то так, чуваки, G-Master на 28 миллиметрах, вот вы можете смотреть на кешечку, можете наблюдать, как работает автофокусировочка непосредственно на этом объективе, то есть, если ты какой-то мамхин-блогер, то для тебя это будет вообще идеальный вариант. У меня иногда даже доходит до того, что я не ставлю на камерный монитор, как бы, и снимаю себя просто так, потому что я на 100% уверен в этой связке вот эта камера, вот этот объектив, то есть, все будет фокуситься у тебя, ну прям, и чебан, чувак. Давай сделаем 50. 50 миллиметров у нас G-Master 24-70, гибрид-лог гамма номер 3, BT-2020, вообще, всратые условия. Я опять-таки повторюсь, в идеале, если вы идете снимать вот в какое-то такое место, в идеале, в идеале, если у вас будет объектив хотя бы с максимальной диафрагмой 2, это будет идеальный вариант. 1.4, 1.8 будет вообще шикардос. Чтобы вы понимали, что это такое, давайте я сейчас все-таки одену 24-1.4 G-Master, и вы посмотрите, что такое дырка 1.4 на таком замечательном широком углу, как 24 миллиметра. примерно вот 24 миллиметра, чтобы вы понимали, что это такое. В принципе, вы можете уже сценировать, вы можете снимать какие-то адресные планы, находясь непосредственно в небольшом помещении. И давайте я сейчас поставлю 2.4, 1.4, просто так, не в сравнении с Тамроном. Нет, чуваки, этот объектив стоит как 3 Тамрона, не в сравнении, просто вот, чтобы вы поняли, что такое дырка 1.4, вот в таких вот всратых условиях. Итак, G-Master 2.4, 1.4, на дырке 1.4, то есть вы можете видеть, как то же самое фокусное расстояние, блин, вот с тем же самым довольно-таки расширенным пространством мы видим разнопланово удаленную перспективу сейчас, это можно снимать адресный план, да, вот все-все, вот то же самое, как и в 2.4, 70, но за исключением того, что у нас сейчас диафрагма стоит 1.4, за счет этого я опустил из 100 до 800, чуваки, да, 1 сотая, гибрид лог гамма, BT-2020, у нас диафрагма 1.4, фокусная 24, и на 24 миллиметрах вы видите, как моется задник, блин, это же просто идеальная вещь для акцентирования внимания на чем, ну а пока вот как бы дырка 1.4, вы можете наблюдать, как работает автофокусировка, то есть вот все вот эти вот вещи, бакешка, это 1.4, это G-Master, чуваки, это на мой взгляд объектив 2018 года, вот просто пушка, must have, объектив, я еще раз напоминаю, любезно предоставлен магазинам фотопарк, переходите на сайт, если вы свяжетесь с менеджером, скажете, что посмотрели видос Тарана, они вам сделают скидку, чуваки, обязательно, так что все будет в высшем уровне. И вы знаете, давно хотел вам показать, что же такое 14 миллиметров на полном кадре, блядь, 14 миллиметров на полном кадре, чтобы вы понимали, вот, вот объектив, это моя рука, она вот в согнутом виде, это просто пипец, чуваки, 14 миллиметров, это просто какая-то фантастическая хрень, это просто, я напомню, это Самьянг, 2.8, это новенький Самьянг, который вы можете купить, в принципе, в том же самом магазине, фотопарк, ссылки в описании, передавайте привет, чувакам от Тарана и получите хорошенькую скидочку, 14 миллиметров, 2.8, Самьянг, то есть, непосредственно вот в таких условиях вы уже можете снимать в коих доверие даже какие-то ростовые планы, блин, это просто песня, чуваки. Все, в общем, как-то так, это был Таран, всем спасибо за просмотры, с Новым Годом, друзья, ставьте лойсы, подписывайтесь, не забывайте репостить видео, для чего, для того, чтобы получать очень ценные подарки от наших друзей, репостите, присылайте мне ссылки, где вы их репостите, в конце каждого месяца мы будем делать розыгрыши, 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 и вы будете получать ценные-ценные призы. Все, всем пока, с вами был Таран, люблю, вот так сейчас надо показывать, вот так, всех люблю, короче, блядь, да, Panas One Love, все, до свидания, блядь, где здесь кнопка выключить, и, released, поднимаю, то, все, μέ� pushes. Все, 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 Продолжение следует...